Смотри! Воскликнул розовый куст. Роза стала красной! Но Соловей ничего не ответил. Он лежал мёртвый, в высокой траве. И в сердце у него был острый швы. Трагичные строки из произведения Оскара Уальда «Соловей и Роза» станут завершением выступления Виктории Швецовой. Участница регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Девушка уже становилась победительницей такого творческого состязания несколько лет назад. И теперь рассчитывает вновь войти в число призёров. Репетировала сама, репетировала со своим педагогом Макаровой Владимировной. Всё замечательно. Трудности были, наверное, в том, именно прочувствовать персонажа. Потому что если раньше я только комедийно что-то читала, то теперь здесь уже такое, ну, немного траурное произведение. Чтобы покорить жюри, у каждого участника есть всего пять минут. Необходимо рассказать наизусть отрывки из любимых художественных произведений российских или зарубежных авторов. Главное требование – текст должен соответствовать возрасту участника и его эмоциональному состоянию. Второй критерий очень важный, чтобы произведение было донесено до зрителя. То есть, чтобы было понятно. И третий важный критерий, чтобы это произведение Белла не входило в школьную программу. Это произведение русских и зарубежных авторов, начиная с 18-го, заканчивая современностью. В составе жюри в этом году старший преподаватель Московского театрального института имени Бориса Щукина. Он успел провести для ребят мастер-класс по сценической речи. Первая ступень, одна из самых важных, самых главных, на мой взгляд, это такой раздел. Это раздел внимания. Научить ребенка, научить ребенка сосредотачиваться, научить ребенка существовать в тех правилах, которые ему нужны для того или иного действия. Именно трех победителей станут известны 28 марта. Они поедут в Международный центр «Артек» для участия в финале Всероссийского конкурса чтецов.